Это мучение продлится 25 минут. Поэтому я прошу открыть дверь. Чтобы те, кто будет падать в образ, можно было легче выносить. Я хотел поблагодарить Викторию Викторовну за образованную честь, потому что не выступал я на Рейховском в течение 2006 года. И поэтому я рад, что я наконец-то в честь снова здесь выступил. Мой доклад состоит из двух частей. Из взгляда на санскрит изнутри 12 минут и снаружи 13 минут. Этот доклад будет о слове санскрит. Но Настя сказала, что это слишком ненаучно. И тогда мы придумали название. Возможности понимания и написания термина санскрит. И это звучит научно. В этих стенах я впервые слышал доклад Татьяны Яковлевны Елизаренко. Был это в 2004 году. Поэтому свой доклад, свое выступление посвящаю Татьяне Яковлевне. Санскрит, как ни странно, не всегда был именем санскритом. И получается, что я невольно развиваю ту беседу, которая завязалась вчера, после доклада Олега Гайковича. И, собственно, в рассуждении Виктории Викторовны о том, что где санскрит, а где антисанскрит. И этот вопрос, на самом деле, меня не отпускает. И беседа, в общем-то, я считаю, продолжается. За последние пять веков одно только обозначение древнеиндийского языка претерпело дюжину способов называния записей, а смысл оставался с большей или меньшей степени туманным. Если эту туманность умножить на дюжину способов написания взаимосвязанного с ним слова Дэванагари, на потертости рукописи и на мистическую ауру, то перед нами вместо пасторальной идиллии с Кришной возникает ужасающая гипостас Бхайрага. В данной обзорной заметке, носящей историографический характер, рассмотрены отдельные варианты написания термина санскрит, хотя сам санскрит имеет самые разные обличия. При всей известной широте древнеиндийского литературного языка сам язык исчисляемая совокупность, которая породила такой объем литературных текстов, что во всей мировой литературе равной ей не сыскать. И вместе с тем, среди варваров, все санскритское наречие в дальнейшем продолжало искажаться, порождая дополнительные недоразумения. То есть мне очень интересна точка зрения Виктория Викторовна на то, где заканчивается санскрит, где начинается прокрит, и что делать с дешабхаша. Этот разговор, я так понимаю, рассуждения на эту тему начались, как минимум, в книге про крит. Но мне интересна ваша эволюция, возможно, ваших взглядов, или взгляд спустя некоторое время, как вы сейчас рассматриваете эту проблему. Что же до самоназвания древнеиндийского языка? То еще филолог Лотте показал, что однозначность не возникает в терминологии сама по себе, а является следствием или должна быть следствием работы над термином тех, кто создает терминологию. Откуда же взялось слово санскрит? Где тот гончар, который вылепил санскрит? Итак, взгляд изнутри. Считается, что путем непосредственного упорядочения освещения, очищения северо-западного древней индоарийского диалекта грамматический труд Панини Аштадхиаи, восьмидней ежи, заложил основу санскрита, как искусственная замкнутая система, канонизировал его. Вот с Евгением у нас вчера была беседа, он говорит, ну вот, живой язык ригведы и изначально искусственный язык санскрита. Рассмотрим слово санскрит с точки зрения самого санскрита изнутри. Слово самскрита, засвидетельствованное как лингвистический термин не ранее времен эпоса Рамайны, означает, собственно, превосходный, совершенный. В нем скрыт намек на самскара, то есть на способы достижения грамматического, а позже и стилистического изъящества. Чисто литературный язык, хузографа, язык книг учености, у иноземцев Айна, Пурчеса и Овингтона, язык учености Угросе, следовательно, обыкновенные люди не знают его хузров. Благодаря воздействию извне необработанные материалы языка, прокрытые, доводятся до формального совершенства. Как поэтически выражается самый ранний из исследователей индийского языка, автор 71-го гимна 10-й мангала Ригведы, санскрит очищенный, когда мудрые мысли создали речь, очищая ее, как му, через сито, в переводе Татьяне Яковлевне. Не исключено, что изначально термин санскрита был лишь эпитетом, а для обозначения классического языка брахманов начал употребляться относительно недавно, в Ригведе Вач. Для брахманов он был просто бхаши, или языком, и не носил определенного названия. В нормирующей грамматике пандемий санскрит имеет другой смысл. Однако, именно как обозначение языка термины санскрита и прахрита встречаются в грифатсамхите, в итраме глиняная полоска, у кумары бхаты, а также в фонетическом трактате панини шикша, приписываемому панини, хотя очевидно, что он более позднего происхождения. Следует отметить, что более щедрые эпитеты языку раздают индийские комментаторы. Так, именитый толкователь начала 20-го столетия Калия не скромно говорит про доведенный до совершенства язык богов. Но Калия не первопроходец, до него вереница предшественников. Например, еще индийский писатель Дандин, указывая на божественность и соответственно вечность санскрита санскрита нама дайвивак. Писал и бхатрихари про божественный язык дайвивач, который обладает качеством божественности, девата. Язык прошел процесс ритуального очищения, интеллектуальную обработку, самскара, приставка сам, инфикс-эс, продуктивный глагольный корень кррр. Более того, в раю, помимо санскрита, божественная часть населения, по утверждению джайнов в Бхакавадисудре, разговаривает на праведительнице прагритов в языке архамагадхи. Так, божественные звуки, в Дивьятване, присутствуют речи Махавиры и остальных 23 патриархов Хильханкара. В этой связи интересна формулировка Александра Япича Сыркина. Когда я сказал, что я выступлю за докладом про слово санскрит, он дал такое определение. Устроенный, обработанный, составленный, в смысле сделанный воедино, сплавленный, подвергшийся какому-то соединительному устройству, упорядоченный, боковое значение, совершенный, в плане гармонии, языковой структуры, нормативный, на фоне местных говоров, элемент искусственности. Несомненно, в санскрите с самого начала присутствует коннотация и духовного порядка. Самскрита напоминает о серии религиозных очищений, таинств, самскара, через которые должен пройти индус, высший кастик в течение жизни. Идея грамматики как инструмента очищения присутствует в самом древнем грамматическом комментарии, вводная главе Пашпаша, к трактату Махабхаши, равно как и во всей философии Мимансы. Так, например, Патанджали придерживается философской доктрины о вечности санскрита, а отсылки к Пани, к разным регионам, рассматривает как диалектизм, отсылки к разным учителям, как дань уважения предшественника. При этом Пани не считают зачинателем. В целом же создание санскрита традиция приписывает трем мудрецам, три муни – Пани, Котиани и Патанджали. Последующие грамматисты лишь дополняли и уточняли каноны санскритской грамматики. Санскрит умер в руках Пани, стал скован и увековечен с точки зрения линейного развития времени в противовес циклично-индийскому. С позиции вечности автохтонный подход один из трех господствующих в мире, у санскрита нет начала во времени. Как следствие, исторические факты приносятся на алтар формальной последовательности. Так было во временах Котиани, так осталось и во времена Патанджали. А ведь именно данная тройца санкционировала уже закрепившийся узус и запечатлела нормы классического санскрита на века. Оставаясь панхроничным, так как включают более позднее состояние санскрита, взглядик Патанджали опирается на чисто синхронные факты. Ведь даже прогриты имеют историю. «Виддийские тексты, а вместе с ними санскрит вечный», говорит Рену. Парадоксально, но божественный вечный санскрит не создан грамматиками санскрита, как утверждал критически настроенный Уитни, прибегнувший впервые в санскритологии к статистическим методам. А восходит к толкованию ведийских текстов. Теоретически можно сказать, перефразируя высказывание из рассказа «Письмо к ученому соседу Антону Павловичу Чехову», что никакие новые явления языка не могут стать известными по той простой причине, что никаких новых языковых фактов просто быть не может. «Лишь ранее неизвестные явления могут стать известными. Язык оставался неизменным сам по себе, но сведения о нем открывались заново и забывались из поколения в поколение. Такова автофтонная точка зрения». Воззрение европейцев на это положение расходится. «По словам французов Югена, исследовавшие социальный статус санскрита, веды нерукотворны и извечны. Санскрит, следовательно, тоже не имеет начала. А также язык в целом рассматривался как вечный и божественный, возможно, еще с относительно поздней эпохи ригведы». Другого мнения немец Фиг, который подразумевает определенную ступень развития языка и подчеркивает его историчность, то есть диахронию. Это противоречит точки зрения Берния, считавшую, что санскрит является языком богов и не может находиться на определенной ступени развития, так как не может иметь никакого развития вовсе. Схожесть с древнегреческим и латынью, впервые отмеченная в Сосетии и ставшая широко популярной благодаря хрестоматийному выступлению Джонсона, косвенно также отрицает божественность языка, указывая на его исторические и родственные связи. Согласно мысли Фика и Джонсона, Санскрит является результатом омертвения ведийской системы. Кроме того, санскрит назывался прородителем прочих восточных языков у отца Валентина и матерью всех индийских языков у отца Паулина. Первые двенадцать минут прошли. Взгляд извне. Слово санскрит в отличие от множества языков не несет в своем названии «принадлежность к этнической группе», так же как и евреи. Зато слово «арийский», «ария», которое могло бы использоваться для названия санскрита, ограничено в употреблении и применяется лишь для обозначения элиты, знатной, благородной Побера. Права элиты, как предполагается, основывались сначала на этническом происхождении, а затем на принадлежности к социальному классу. У этого термина нет строго языкового значения, хотя он и употребляется как часть в обороте индоарийские, индийские языки. Так, полвека назад, начал свою известную монографию метрофранцузской индологии Рену. Рену также принадлежит достаточно типичная характеристика обладающая репрезентативным статусом санскрита как «совершенный», «законченный». Впрочем, подобное описание известно еще задолго до Рену. Например, «крафт» противопоставляет санскрит прокриту как «орнатус» versus «lingua bulgaris». Придерживаясь общепринятой трактовки, переводчик древнеиндийского канона Татьяна Яковлевна Елизаренкова справедливо замечает, что само название древнеиндийского литературного языка следует переводить как «обработанный» или «совершенный». Интересно отметить, что несколькими столетиями ранее отец Павалинов также называл его, опираясь на этимологию, именно «совершенным» и «прекрасным». То есть известное нам определение санскрита при всех их отличиях повторяется с интервалом в несколько десятков или сотен лет с завидной индийской цикличностью. Однако процитированное нами академическое издание небезупречно, так как недопустимое упрощение кроется в словах Татьяны Яковлевны, когда она утверждает, что вариантов названия нет. И нам приводит английское, немецкое и французское написание термина «санскрит». Типовые схемы статей 1.1.1 в серии «Языки мира», издаваемые Институтом языкознания, задуманные, чтобы облегчить поиски, здесь могут ввести в заблуждение. Наша оговорка призвана исправить некоторую неполноту процитированного выше высказывания. Ведь вся наша заметка именно о том, откуда возникли разные названия санскрита, что означает сам термин «санскрит» и в каких вариациях он засвидетельствован. По поводу этой, тогда еще неузаконенной транслитерации, рассматривая термина «санскрит», высказался известный английский исследователь Уильсон из Калькутты, автор первого санскритско-английского словаря. «Простонародное наименование», вот как он охарактеризовал, принятое сначала англичанами и вслед за ними и немцами, а в прошлом веке их французами слово «санскрит» «простонародное». Сейчас же оно предложено как единственно верное в академическом издании. Альтернативное написание через «си» по французскому слове «санскрит» вышло из научного оборота еще во времена Бюрнуфа, оставляя за собой лишь «санскрит». Французское написание уступило английскому упрощению, упрощению, с которым не согласны, в частности, и индийские современные бандиты, приверженцы современного южноиндийского движения «санскритабхарати». Лингвисту, который хотел бы подчеркнуть дополнительные сведения о брахманском наречии, якобы оставлено всего одно написание этого ключевого для древнеиндийской культуры слова. Однако, как мы уже убедились, это не совсем так. «Имея доступ лишь к незначительной части специфической научной литературы, нами насчитан ряд альтернативных написаний, они отличаются или дополнительной диакритикой, или изменениями в основе слова, или чем-нибудь иным. А в разное время записывали, полагая, что именно так и положено санскрит. Самскріта, снаскріт, шамскрит, санскріта, санскріт, самскрідам и производное самскрдамище. Санскріт, замскроута, ханскріп, сасскріпт, сансскрібтам и даже санскріта. Любопытная опечатка, а точнее конкноминация в обороте «Sanscript Scholar» в National Portet Gallery в Лондоне. То есть санскрит слился с письменностью и получился «sanscript», то есть такое переосмысление, почти как «самскрит», то есть как бы то, чем балуются лингвафрики, «самскрит», и тут «самскрит», в общем, что-то нечто изумительное. В отношении Макдональдса, значит, вот такое обозначение «Sanscript Scholar» в Лондоне, где он проработал всю жизнь. Свободно склоняя слово «санскрит», наши предки образовали прилагательные иноречия. В середине девятнадцатого столетия словарь был «Sanskrito», а через сто лет стал «Sanscriptsko» русским. Раньше говорили по-санскритски и искали славянские корни в санскритском. В 1917 году считали единственную правильную форму «Sanscriptsko-bo», а в 1801 «Sanscriptsko-bo». Все меняется. Меняется и название, и правописание названия языка, и, соответственно, производны от него слова. Народные этимологи додумались, как я уже сказал, до «санскрит», который, конечно, не имеет под собой никаких оснований. Ниже прилагается дополнительный список названий древнеиндийского языка из опосредованных и прямых западноевропейских источников, выстроенных по хронологии. 1318 год – «Sahanscript» у Амира Хусру. 1586 – «Южная Samskruta» у Филиппа Сосетти. «Sahanscript» в кашмирских заметках араба «Айн». Прилагательная «Sameskretan» у езуитов. Прилагательная «Samskortam» на латыни. «Hanscript» у Берне. «Sanscript» у Фраер. «Sanscript» у Овингтон. «Sanscript» у Хайл. «Sanscript» у Валентайн. «Sanscript» у Хастингс. «Sanscript» у Сонера. И лишь в 1794 году впервые встречаем «Sanscript», ныне общепринятое и широко распространенное название. Чтобы еще раз через два года снова увидеть неправильный, с точки зрения современных договоренностей, «Sanscript» у Фра Паулино. До появления англичан Уилкинса и Джонса, в Бенгале путешественники 17-х и 18-х веков, итальянцы, датчане, посетившие в основном Южную Индию, порой именовали санскрит грандонским языком. От санскритского граммаха книга. Как видно, при написании термина «санскрит» разница часто заключается в наличии или отсутствии всего одной единственной буквы. Или как мы видели на примере русских названий в древолюционном твердом знаке. Но в алфавитном каталоге Ленинской библиотеки информация о работах, в которых фигурируют различные названия одного и того же языка, находится в разных ящиках. А в Яндексе это разные поисковые запросы. Приведенное же ранее санскрит французского написания, изначально, до Бюрнуфа, может быть с той же вероятностью, кроме французского, как справедливо отмечает Татьяна Яковлевна, английским словом или словом из латыни. Это может заставить вас бесконечно перебирать отделения основных европейских, мертвых и еще живых языков, например, в иностранких. Во Франции санскрита сравнивали с латинским «confectus», то есть «отделанные». В Германии по сей день пишут про «das zurechtgemachte», то есть «обработанные», «das geordete», «упорядоченные», «das geschmückte», то есть «украшенные», «грамматически genau geregierte шрифтспраке», то есть «язык письменных источников», которые, как было высказано еще англичанами, являются «cultiviert», то есть «обработанные» и «geflecht», то есть «ухоженные». Толкование обработанного языка ученых сближается, есть еще немецкое значение «die heilige und gelerte sprache Indiens», то есть «священный» и «язык образованности Индии», то есть «в какой-то момент разное полкование, получается, соединяется военными». Эта же мысль высказана у профессора Веры Александровны Кочергиной. Сам термин «санскрит», что значит «обработанный», «правненный», «грамматический», «литературный», «в отличие от термина «пракрит», «необработанный», «естественный», «не литературный», а ста годами ранее, умершим в томской ссылке киевским санскритологом Кнауэром, оно было сформировано так. Слово «санскрит» от санскрита «совершенный», «чистый», относительно языка «литературный», «священный», в противоположность «пракрита», «натуральный», «народный». И еще раз о социолингвистическом аспекте. Современный исследователь Дешбандея напоминает нам о бифологемии, о неком абстрактном панхроническом состоянии санскрита. Оно не чисто синхронно, не чисто диахронно, но включает элементы из обеих осей. Дешбандея утверждает, что ведийский язык и современный санскрит, сосуществуя, когда-то воспринимались учеными-мужьями как два литературных стиля, а не как два совершенно разных состояния языка в исторической перспективе. Изложенные выше результаты нашего изучения санскрита подводят нас к выводу о том, что в дальнейшем необходима совместная работа эндологов над параллельным санскритско-русским корпусом в постижении значения слова «санскрит». Спасибо. Пожалуйста, вопросы, соображения. Ну мы перешли к дежуртисменту. Только одно замечание, что проклито такой же, ну не такой же, но это искусственный литературный язык. В смысле, их много, да. Парень, который к проклитом почему-то не относится, а потому что он раньше был санскритско-русским. Это тоже искусственный литературный язык, причем, мне кажется, в таких впечатлениях, что он еще и по образцу санскритско-русским. Вот впечатление такое, там даже грамматические члены, только, конечно, но вот с прогрессивной ассимиляцией. Очень хорошо собраны материалы, все размножено прекрасно. По каким линиям раскладываться, это может быть, можно сказать, вопросы, опять же, новые вопросы. Вот это вот ценно. Я считаю, что для этого работы ценности действительно продаваться в педагогическом. Но в целом, я даже не считаю, что эта тема настолько важна, чтобы такую продаваться. Санскрит вырос именно из-за того, что он был сопоставлен, придуман и сопоставлен с проклито. До этого никакого санскрита, ну, может, и пейсид какой-то был там хороший, это не было, так сказать, научно. Санскрит, поскольку он с проклито соотносился, и не было противопоставления, вот он хороший, великий язык, и проклито слабый, плохой, никогда этого не было. Проклито. Слово проклито, проклито, произведенный. И основное определение было, проклито, произведенный от санскрита. Нет, самое главное, санскритам, проклито нам, мата. Санскрит, мать, проклито. Вот единственное его, так сказать, роли, что он там, его можно было дарить, санскрит, чтобы построить новые литературные языки. Вот так вот, да? Вот в этом смысле есть. И поэты, по аналогии с этим, создавались потом совершенно новые традиции, традиция армагахи, называлась арша. Арша – это был санскрит, фактически, для определенного, так сказать, уровня. Если санскрит, это был для поздних брахманов, так вот, ну, так, речь. Санскрит был, что такое? Это то, как брахманы во время жертвоприношения обращались друг к другу. Язык был, основной это литерский был язык, уже созданный, все. Санскрит почти ничего не отличается. А вот этот санскрит, как они говорили друг к другу во время жертвоприношения, положи вот эту вот литерушечку на эту вот ложечку. Там все было, ну, брахманов, как все описано, прекрасно. И можно сказать, какие слова они говорили, они вот, и эти слова, они должны были только так говорить, они между собой никогда не говорили на санскритке. Вообще на санскритке никто не говорил. Только во время жертвоприношения они по деловому объясняли друг другу, вот, как вести жертву там, да, как нести что-то такое. Все это у брахманов описано, все это можно выудить и, так сказать, отдельно даже рассмотреть. Это Романов этому, ну, в какой-то мере даже занимался он. Ну, вот, и поэтому после этого, значит, что, собственно, языка-то этого и не было. И когда прокрыты явились, почему прокрыты явились, потому что создалась, создался ритуал, драма. Ну, драма-то не такая уж литературная драма, но все равно была какая-то драма, ритуал. Это до нашей эры еще началось, ну, преддверие нашей эры началось, да. И в этой самой драме нужно было, так сказать, распределять стили и роли. Вот тогда появились разные уровни, и разные уровни вылез на первое место прокрыт Махараштой. Это все не случайно, а это очень так было. И прокрыт Махараштой, и слова Махараштой не было никогда, ну, в начале. Оно называлось Пауа или Паиа. Вот слово Пауа – это прокрыта. Потому что в прокрытах вот там опускались согласные, да, и видировались. Оставались первые гласные. Почему? Можно ли было на таком языке говорить? Вот если все слова так, по У-у-у-у, то есть, по-у-у-у, и объяснить что-нибудь. Ничего нельзя. Но он был создан для драмы, для пения. Для пения как? И вот когда пели, то вот они так и ау-у-у-у-у-у-у-у, это все было записано, все было четко, известно, что они пели, да. И потом вот этого пения решили, что они будут, значит, грамматику как бы создавать, вот этого пения, да. Так вырос Прокрит Махараштель. Я перевела грамматику Прокрита Лакшина, есть она, да. Ну вот я, может, ее издам, что я так слышу, возрасту некогда мне заниматься. Ну, перевела, там есть восемь глав по Прокритму про Паова и про то, что его мать санскрит. Ну, это надо же им как-то закрепить его, что он не с него свалился с Паова. Вот он, он санскрит. И дальше, значит, вот все пошло, развитие Чем Прокрит. Вот, и в конце концов они дошли, они стали любить эти количества. Было восемь глав, но просто один Махараштель был описан, грамматика. Все там есть, его можно завтра воручить, его автор. А когда он жил, это как все наши авторы, они очень летают в воздухе. Да, но он жил, наверное, вот где-то в начале, на рубеже нашей эры. Не жил, а, в общем, собирался вот эти, вот все эти данные, они собирались вот вокруг этого. Потом они, значит, в связи с практикой драмы, они увеличилось все это, вот постепенно растало. И увеличили эту самую грамматику, включили из нее грамматику Магадхи. Магадхи никогда не было. А это отношение было центра, а что, в принципе, с Магадхой, да? Там сложные политические отношения. В конце концов, они Магадху, они презирали, как родину Будды, они тоже презирали Магадху. Это не страна, это черт-те что, это дикость одна сложная. И поэтому даже Магадхи не вкладили в эти проклинии. А потом Магадхи они все-таки так подключили. И что там такой язык, вообще не язык, и полу было, это настоящий язык. И вот там петь можно было, все на нем вырезать. А в Магадхи там только R заменил на R, а вот это Магадхи, это действительно начало. Вот такое было разделение. То есть Махараштри это был, это потом он назывался Махараштри, это был один проклик. Проклик был великий литературный язык, который основал всю драму. И все, значит, первые литературные опусы все было на хор, на проклик. Потом стали появляться вот такие же архемагадхи, то есть мы что он называем? Он назывался Аршер. Аршер тоже язык Риши. Да, Аршер. Вот язык Риши, я его хотел, так сказать, он даже как-то соперничал с санскритом. Хотел занять такое же место. Вот такое ему удалось, конечно, там занять, но он очень был, одно время, очень в почете. И грамматика в Магадхи, она прекрасно все создана и издана. Вот когда говорят, что санскрит – это великий язык, а великие и дикие прокликты от него все раскрылись прары, потому что они не образованные, все это полная, полная чепуха. Потому что прокликты были более обработанные. А санскрит, он дошел от этих разговоров брахманов, как они ложечки другого. Но они все там, ну, больше слов записано, все схоронилось, да, от этого. Поэтому он был как бы большой. Вот. И все, в общем, ничего такого вот не было. А дальше началась его, началась оппозиция, ну, это я так говорю, условно, да, оппозиция вот этих новых школ, новых религий, брак. И Ардамагадхи, и Павли, да, вот, что им надо было выразить себя по-другому, да, они на санскрите. Тогда, вот тогда они стали изничтожать санскрит. Ну, умение изничтожать, я говорю, и они им завладели, и испортили. А это уже вот не тот санскрит, на котором брахманы передавали ложечки, а вот это другой санскрит, ну, вот о котором я говорила, это вот квази-санскрит, да, да. А на самом деле это был не настоящий санскрит, на котором мы не хотим разговаривать, а мы будем его портить и его гнуть вот так вот. Если мы его согнем, смешаем все это, это будет наш новый язык, ну, пусть он будет там, ну, санскрит. Ну, вот так появилось, ну, и так сказать, течение. Ну, потом наступили, наступали другие эпохи, которые уже, вот вы позднюю эпоху очень хорошо добрали, и все вот эти термины, все и португальские, и там еще какие, можно там еще привести, все как санскрит воспринимался, и как он стал, так сказать, таким светочем, да, светочем, каким он не был никогда. Панини, конечно, это не санскрит, а это все ранее бхаша. Бхаша – это лидийский язык, который был, ну, более и более разговорный, что ли, вот такой. Ну, называем бхаши. Вот, и санскрит, когда он был, мы его даже не ощущаем, где он был. Санскрит – это некая общая, так сказать, норма, которую от прокритов восстанавливали, что все иритированы были, все согласны, а восстанавливают санскрита, санскрита, вот эти труднопроизносимые, это, значит, вот уже стадит, да, это вот санскрита. Да, и никакого такого пиетета особого не было. И потом каждый язык нужно было тоже произвести шурасени и магадхи произвели от пау, от махарашки, да. И вот этот язык пау, а махарашки, он стал матерью языков, языка магадхи и языка шурасени, да. Ну, это норма, группа санскрита, как бы подобно санскриту. То есть это у него была такая система, которая где мать, а где родительница, а где вы, производные, и все. Все это выстраивалось чисто, систематически, очень строго. Все это к этому отношению. Никакого отношения там возвышенного к какому-то санскриту, божественному, еще этого не было, по всему этому времени. А потом ему стали несколько придавать уже более высокий статус. Это особое значение, как шла полемика, не полемика, а даже внутренние как отношения бракхманской традиции, которая шла с утра, да, с утра еще с открытия, то есть, ну, на раннем уровне. И поздние уже вот эти вот разные языки, которые выразба, то есть, Арша и Пай. Вот Арша и Пай были в языках литературных очень сильно, Арша был сильно работан, и он и сейчас, мы его читаем, изучаем, Арша и Магадыш, это на родном Санскриту. Так, он на родном Санскриту, так вот, сам посидел за руку, предал Марту Магадыш, как-то, так, стучит, и все. Ну, в общем, вот так вот это все было. Что делать, а Санскрит приобрел определенную популярность, все время приобретал статус, менял статус, когда можно было сначала все-таки писать на пальмах, на прокритах, а потом начали уже идти, да, как писали на Санскрите. Это новая струя, это, там, пятый век, может быть, вот. Это все нужно изучать, это целый комплекс культур. А очень интересно, это комплекс культур, который постепенно развивался и дал новое направление. Вот в связи с этим, если не рассматривается Аскрит, как он, вот, происходил в культуре, то, собственно, о нем и стражать нечего, что он только великий, еще больше, он ничего не должен. Я не могу сказать про него. А теперь у нас новый популярный образ Санскрита, вот сейчас, да, это уже что-то такое полубожественное, витающее где-то, я даже я его не знаю, как воспринимать. И сделали его шудрик. А? И сделали его шудрик. Да? Ну, пусть он развивается, и этот тоже. Пусть и учатся все на нем, он достойный, совершенный, по какой-то мере. Ну, и гимни совершенно, чем право. Виктория Викторовна, вот, я хотел сказать, что сейчас очень большая проблема с английским языком, потому что он достаточно моказательный, как и любой язык. И вот при авиаперелетах, летчики же на английском должны говорить международно. А у них при авиаперелетом. А, летчики? Да, летчики и диспетчеры. И оказывается, что в разных языках, в разных странах, где английские слова, как тут по-разному. Ну да. И решили, что английский язык надо свести к однозначным словам. Налево, значит налево. Левая сторона, значит левая сторона. Они обездают, это не поворот налево. И так далее. И вот этот язык начинает прописываться просто один к одному. И мне кажется, вот так же с санскритом было. А сейчас все языки так... Налить, положить, зачерпнуть, поднести, это самое, что-то такое тоже необходимое. Ну это новое упрощение языка, которое еще... Ну а международный язык должен быть упрощен. Сейчас глобализация ведет абсолютное упрощение. Иначе мы не можем вообще... Тут еще элемент какой-то, что любое непонимание этого языка или трактовка неоднозначная, ведет сразу к катастрофе. То есть самолет попадает, разбивается. Нет, ну там, конечно, поэтому только так, да-да-да. И мне кажется, там тоже из-за того, что эти все проездщики надо было делать, брахманы создали язык, который бы не приводил к катастрофе. Потому что все в разных регионах делали вот эти ритуалы точные. А Билли, вот эти драматические слова, санскритные смыслы, как бы, ну, значение слова... Ну это подробно. Нет, это просто санскритные. Это относится к ведийскому языку. Мы же говорим, что в панишадах и в брахманах это же был поздний ведийский язык, да, который развивался. Вот в нем там вся духовность какая есть в Индии, уже у панишадов все там есть, все сказано, все термины приведены. И весь лаварь есть на нем, и мы называем сейчас, официально называют поздний ведийский. Редведа, ведийский язык, от хорвоведа, уже от хорвоведа упрощенный язык тоже. Это уже не юридично, собственно. Если мы строго подходим, это ближе к санскриту. То есть мы неправильно... А вообще этот термин приведены? Термин, это есть термин. Термин, он рождается в какой-то контексте и переносится на все. Ну, конечно, никого санскрита не было, и культуры не было санскритской никакой. А то, что мы условно называем, хорошо, мы сейчас будем ему поклоняться и будем ее изучать день и ночь. И я тоже его преподавала, и преподают там. Вот, и это все хорошо, но все это нужно и так же объяснить, честно, покажать. Без ауэ. А? Без ауэ. Да. А теперь он другую культуру уже развивает, да, и все, и пошел там. И в Южной Индии, и как Южная Индия переходила на санскрит, и как там в других языках все эти санскритские слова перемешали. Это целая тема тоже, да. Это тоже роль санскрита. То есть получается, если он изначально был такой сокровенный, то его бы не гнули. А? Если бы он был изначально такой сокровенный, то его бы не гнули. Да, конечно. Интересно. Это был язык ваших. Был язык, на котором во время лета разговаривали, все это все было. Ваши, древний язык. Ну, фактически в Ригвейде вот этот язык и есть. Ну, там, поскольку это метрический текст, вот он отшлифованный, да. А так и разговаривали был тот же самый его помешанных. Они говорили про ложечки. Вот на этом же, этим, на этом язык ваших. И потом его, значит, уже, вот, возвели в какую-то такую особую структуру. Святость. Да, да. Нет, это все интересно. Это роман такой можно написать по санскрит. Путешествие в Критов стране. Да, и с Прокритами, и с Афабранши. Афабранши очень интересные, свежие. Да, потом Дэши. Дэши, думаю, что это народные слова какие-то. Грамматика Дэши, что эти слова, они индийские даже. Там, вот, подобрали, ну, это слова, там, тавидийские. А вот оказалось, что, получается, больше половины, собственно, санскритских. Да, а там, я, я, ну, читала эти слова, я даже изучала. А там слова совершенно санскритские, только вот так вот исковеркно. Ну, как они, где-то произносились. И так вот попали, и попали вот в грамматики. А в грамматики, значит, Дэши есть грамматика, значит, поэты могут ей пользоваться. И поэты должны даже включать хорошие поэты, какую-то часть слов Дэши. Это их популярно, как бы они, вот, изюминуты. Овладевали, обладели, так сказать. Да, овладели Дэши, овладели Покс Рейтами, и всё. Это же было чистое искусство. Ну, на основе нескольких языков, владение вот всеми этими ритмами, ритмами, всё это. Это было великое искусство, поэтому это всё травма, там, коледаса, всё нашло. На этом тоже строилось уже. На усложнение. На усложнение, на варьирование использования, да? На синтезы? Ну, разные, так сказать. На варьирование, да. Как у нас Екатерина изучает это в других формах ведения речи, а тут ведение речи, ну, юмористическое варьирование. Да, ведение речи разное бывает. Вообще всё, вся индийская культура, это есть ведение речи. Так, если... Вы знаете, по большому счёту, да. Грубо говоря, ну, грубо говоря. Даже цветы, это есть тоже ведение речи в каком-то смысле. Всё вот так вот. Поэтому ведение речи, это очень важно, да? И даже его нельзя противопоставлять чему-то. Потому что какое ведение речи такое, такая и есть культура. Примерно так вот, грубо говоря. А эта тема очень интересная. Очень то, что вы собрали, я бы советую вам, вот, поздняя. Это то, что связано с названием, с аскритом. Его роль и в индийской культуре, и в португальской, может быть, даже где-то. Сейчас в португальской есть, в колонии, вот эти, да, в португальской есть. Ну, уже интересно. Там в языче было, и в шарго, там, вот они там сидят, ведь в португальце. Вот, и им тоже интересно заняться. Ну, тоже, это же всё сошло постепенно. То есть английскую культуру можно каким-то комплексом изучать, культурными. И где там как проявляются, как и где там, вот, основной язык, и что на него относится. Тогда разобрестать. Это очень интересно. Что хорошо. Спасибо вам, потому что я, конечно, хотел вызвать вас на некоторую дискуссию, потому что мне интересно услышать ваше мнение. Позвольте нам два слова? Я недолго не буду. Вот, я у меня, ну, просто Виктория мне всё сказала, поэтому я, собственно говоря, мне остаётся присоединиться к Виктории Викторовне. Во-первых, с одной стороны, Марта, то, что ты собрал эти все европейские вариации данного названия, это замечательно. И это действительно культура разных кругов, разных наций, даже разных религий. Вот, например, у тебя есть какие-то иезуитские упоминания. Вот сразу видно, что иезуиты – это такой практически замечательный орден, потому что они сразу пришли в Южную Индию, видят, как произносится. Самскру там, всё правильно так произносится. Вы видели, где используются в книгах Гранд Хэ? Ещё в единстве. Подожди, тихо. Где используются в книгах Гранд Хэ? А теперь Гранд Хэ. То есть это показывает, эти вот португальские, португальские и испанские варианты, они показывают, иезуитские, показывают, так сказать, ну, ориентированность ордена иезуитов, да, и культуру, которая вокруг него была, на такую практическую, ну, христианскую лимилизацию и организацию культуры, ну, вот это такое вот практическое. Какой-то пластовый мудрецкий, можно сказать, образцов. Допустим, то, что мы, то, что мы там, Шомскр там, да, там у Джонсона начиналось, и, кстати, привалим к этому Герасиму Лебедеву. Это, ну, Герасим Лебедев, конечно, не был колонизатором, но это, может быть, ориентация колонизаторов, для которых было максимально важно записать и описать то, что они колонизуют, очень хорошо. И вообще, всем, вот, изучающим все области индийской литературы, культуры, религии, чего угодно, я всем рекомендую читать колониальных авторов. Причем, чем они больше колонизаторов, тем лучше. Вот Чарльз Эллиот, этот, который Турнур, все-все-все, вот, кто больше всего пишет про туризенцев и так далее, они самые ценные, потому что им была задача, вот, угнетать эти народы, а чтобы угнетать, и задача была их описать максимально точно, как они есть. Вот. Поэтому написание Шомскрыта, оно, Шомскрыта, оно вот такая ментальная за ним стоит, да. Но у Герасима Лебедя стоит масонская, открытая душа, которая, ну, хотела, вот, как бы, вот его братство людей, да, так сказать, полный национализм, да, вот, то, что сказал Герасим Лебедя. И вот за каждой из этих форм действительно стоит какая-то форма культуры, какая-то форма религии, какая-то форма духовности, даже если мы говорим о юзуинах, да, так сказать, и так далее, и тому подобное. Вот. То есть это целое исследование, целое действительно, ну, просто из этих слов, которые ты набрал, то есть с датами, это все действительно замечательно. Что касается так называемого санскрита, ну, вот, да, так сказать, самскратамити, да, ядучи это самскратамити, да, ядучи это самскратамити, а как о, можно сказать, феномене о том, что оно есть, ну, существует демоиндийское стадии языкового развития, существует среднеиндийское, которое делится на две цели, ранее среднеиндийское, если будет среднеиндийское. Это лингвистическое. А сейчас, я сейчас. Существует ценоиндийское и дальше. Говорит, мы делим, не существует, а мы делим, у нас взгляд, который делит так. Ну, современная философия сейчас может искажиться с точки зрения философии. Лингвистическое существует такое, да, вот. И оно, вот это вот то, что существует лингвистически, то, что существует, но в реальной речи, которой реально пользовались, оно проецирует себя в культуру. Оно проецирует себя в текстах, написанных на технических языках, оно проецирует себя, собственно говоря, в авторэффлюксивских текстах, да, вот в ведении речи, если угодно. Потому что в рингвиде тоже есть фаркалитические слова, да, в рингвиде есть альнеиндийские слова, то есть их не очень много, но они есть, да. Их, где и когда говорили вообще на древнеиндийской форме речи, мы можем говорить только на древнеиндийских формах речи, где и когда на них говорили, я вообще не знаю. Так сказать, то, что у нас, то, что лингвистически, да, можно отнести к древнеиндийской, так сказать, ну, к древнеиндийской стадии развития, то, что лингвистически можно отнести к ней, это такая огромнейшая набор всего. Вон, вот вы, сейчас нам, сейчас нам Назаша Корнеева показывала Бахману, да, это вот санскрит, да, это вот санскрит там как-то, как-то все. Вот, то есть это имеет определенную фонетику, фонологию, какие-то там, не знаю, парадигмы какие-то и прочее. Вот, то, что мы сейчас видели, какие-то драмы и так далее, чем они связаны? Они связаны какими-то кодифицированными, ну, вот, да, там, Панине описано, но, кстати, Панине, он не все это порождает. Ну, к ней-то кодифицированными, так сказать, кодифицированными, парадигматическими, может быть, так сказать, вещами, да. Что их идет еще связано? И больше ничего особенного не связано. Ведийский язык, ранневедийский язык, поздневедийский язык, да, там классический санскрит в нескольких его формах, я не знаю, есть ли смысл говорить о классическом санскритике как таковом, потому что, ну, у Йолы Павла и Бартрхари, да, и Гитагавина, да, так сказать, я не знаю, там, какие-то шастра, да, там, все что угодно. Это совсем все разные вещи. Вот. И они, каждая, каждая, она занимала свое место в обществе, она занимала свое место во времени, она занимала свое место в социуме, да, я сказал, в социуме. Ну, и она рефлексирована временным образом. Вот. Вот. И, соответственно, ты вот говорил про Архамагадхи, я же про Ашу, что надо, так сказать, язык богов, или сегодня язык, там, это самый первый язык. В поздней паллийской традиции так вот аналогичным, родным образом рефлексируется Пали. Пали, ну, Пали, это же наше слово, почти наше слово. И вообще не существует паллийской традиции. Он магадхи. Вот. Сондыка магадхи. Вот. Чистый магадхи. И вот уже в поздних атакатхах и в таких текстах, в ранних теках, он уже начинает рефлексироваться как первый язык. И что, в общем, если какого-то ребенка в Мауге поселит, то он будет говорить, ни на каком уровне языке он будет говорить, по-моему, если не ошибаюсь, а Патана атакатха. Вот. Он заговорит ни на чем, ни на другом, как на Сондыке магадхи. Вот. То есть кроме вот одного дававания, уже есть аж три дававания, да, то есть именно... Ну, вот санскрит, санскриты, санскриты. То, что мы называем санскритом. Вот. Вот. Я не знаю, как назвать одним языком то, где именной столь предложения, и то, где квазиргатевны столь предложения. То, что у нас это все эти санскриты, да, санскритахам надо говорить, на самом деле. Это первое дававание, второе дававание – это Паташа, да, и третье дававание – это Цепсеварапавия. Это были другие дававания, которые до нас не нашли. Вот. И все это, действительно, водилось совершенно культуру. Специфично-социально, специфично-религиозно, специфично-культурно, специфично-хронологически. И нас, действительно, Виктория Викторовна говорила, ну, Бронкхорст, между прочим, занимается этим среднепрочево, хотя Бронкхорст не бесспорен, но, действительно, престиж санскрит, того, что мы называем санскритом, коэффициентом для нинейской речи, он то падает, то подымается. Вот. У Бронкхорст есть свои объяснения, там, брашманская какая-то революция и т.п. Вот. Но, действительно, для буддистов, вот, идея-будолог, для буддистов, санскрит сначала, он просто, он вообще был немыслим, потом они его стали использовать, действительно, как-то так вот. А дальше, вот, после пятого века и к концу первого десятилетия уже, они стали из общей нинейской культуры, там, не знаю, из Дангина, еще, ну, вообще из кого угодно. У них появилась школа, у них появилась парадигма, что есть санскрит прокрыт, это самое, санскрит прокрыт Апамша Пайщачева, четыре, да, четыре варны, вот, четыре школы, имя Мурса Ростивадины, Асамити, Махасанги, Кийск, Агравайдах. Вот, четыре школы, четыре школы, четыре касты, четыре языка, и вот, это у них были сопоставления. Это все Мурса Ростивадины с традицией. В основном, сохранилась на тибетском языке, она санскрит сохранилась, да, в оригинальной сохранилась. И там в эту схему уже появляются какие-то другие, там, то, что нижние, то, что нижние члены этой схемы, я не буду сейчас сказать специально интересно, но интересно, как санскрит называется, вот. Оно дошло на тибетском языке, но там есть, там, санскрта, да, там, санскртэйкаркэ, да, вот, есть еще другие аналоги. Но там появляются другие слова, там, если там появляется аргьячэнпээкэ, да, то есть, что до сих пор не расширено у Бутона, но Бутон цитировался Ростивадины. Аргьячэнпээкэ – это язык какого-то великого расширения или непонятно чего, мы не знаем, что это такое. В другом варианте того же текста… Ну, я, это Индия или Китай. Индия, Китай тоже, да, может быть, индийский язык, это рассматривает. Все, кстати, я это в своей книге рассматриваю, почитаю. А то, что переводил, та же версия того же текста, что переводил, собственно говоря, Абер Миллер на русский язык, там было гэлпээкэ, то есть, царский язык, да. Это еще не дибетцы придумали, дибетцы придумали, буддисты придумали. То есть, до такой степени это все зашло к буддистам, да, к мульсов Ростивади, что у них уже появились свои концептуализации этого всего. То есть, это делал какой-то самскротан, это была что-то вот такое высокая, высокая речь. Как от людей высших слоев общества, я не могу привести индийский, типа тибетский, как от людей высших слоев общества, как от тибетских, я сейчас даже тибетский забыл. И тут происходят все обычаи мира, потому что они тибетские, так и от мульсов Ростивадинов происходит вся школа, потому что они муля. И вот они муля говорят то ли на царском языке, то ли на индийском языке, то ли на котором-то непонятном велико расшире. Вот это различные формы хорошо обработанной древнеиндрийской, так сказать, речи, они попадали в разные схемы. И поэтому, как бы, так сказать, немножечко суммируя, я... Одна из книг Фуко заказывает... Да, смерть автора. И, в общем, автор распадается перед нами как следы человека на песке, и, в общем, вот такой неизменный санкрыл, распадается перед нами как следы человека на песке, и появляется конкретная, разная форма речи, разные идиомы. языки, там, литературные формы и так далее. Это то, что я хотел сказать. Низиндрий, кое-что сделать. Это ровно то, о чем Галдейнов. Он говорил, что разные стили санскрика отличаются больше, чем некоторые исторические. Родственные языки. Совершенно верно. Я кое-что сказал, а потом теперь кое-что сделать. Давно существует общество ревенителей санскрита. Да, да. И оно действует. А вот сегодня, в 2019 году, какое число? Одиннадцатого. Одиннадцатого декабря в этом зале я основываю общество ревенителей антисанскрита. Эмблема общества, присоединяйтесь к этому. Это мой термин. Это ваш термин. По мнению Виктории Викторовича термина, я основываю общество ревенителей антисанскрита. Его эмблемой будет майка, татуировка, знамя и так далее. Вот такое. Покажи. Боговаты. Боговаты. У нас красивее. Оно пошло конкуренцией школы. Это можно написать также лоранженой, этой самой хорошей, любым действующим. Приветствовать друг другу будем это. Дарщина санка. Вы заприняли. Так что вот, что я примерно хотел сказать. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы думаете, это все это не все? АПЛОДИСМЕНТЫ Мы, наверное, сделаем какой-то перерыв небольшой, а потом будет... Через 10 минут я...